Настоящая любовь не интересуется гражданством, национальностью и политическими границами. Она говорит на любом языке, берет любые препятствия, открывает любые замки и преодолевает любые расстояния. Всем привет, я Алья Булдаков и сегодня я расскажу о зарубежных писателях, которые влюбились в наших девушек. Влюбились настолько, что женились на них. Не у всех этот брак стал единственным на всю жизнь, но как минимум это было важной вехой их биографии. Да, и сразу оговоримся. В число русских жен мы записываем всех, кто родился на территории России, не разбирая, у кого там чистокровное русское происхождение, а у кого польское или еврейское. В 1832 году Анна Реде Бальзак получил загадочное письмо от поклонницы, подписавшейся «Чужестранка». После еще нескольких писем ее инкогнито было раскрыто. Поклонница оказалась замужней русской дворянкой польского происхождения Эвелиной Ганской. У Бальзака завязался с ней роман в письмах, который длился долгие годы. В 1841 году муж Эвелины скончался, но вдова никак не могла получить разрешение Николая I на выезд во Францию. Тогда в 1847 году Бальзак сам приехал к ней в имение. Однако его предложение руки и сердца было отвергнуто. Только спустя три года, уже тяжело больной, он уговорил Эвелину выйти за него замуж. Свадьба состоялась в Бердичеве в 1850 году. Через пять месяцев Бальзак скончался. В 1912 году француз Поль Элюар отдыхал в швейцарском санатории Клавадель. В это же время там лечилась от туберкулеза 18-летняя Елена Дьяконова, поразившая его своими суждениями об искусстве и своей пылкостью. Под ее влиянием Элюар взялся за перу и стал писать стихи, и со временем выпустил более сотни сборников. Они поженились спустя пять лет. Именно Элюар дал Дьяконовой прозвище Гала. Но, как вы все знаете, остаться только его музой она не смогла. В 1929 году Гала познакомилась с молодым художником Сальвадором Дали. После этого браку с Элюаром пришел конец. Луи Арагон. Культовая фигура во французской литературе 20-30-х годов. Один из основателей сюрреализма в литературе, при этом видный деятель Левого фронта. В Париже на него неизгладимое впечатление произвела русская эмигрантка Эльза Триоли. Ее девичья фамилия была Брик. Она родная сестра муза Маяковского Лили Брик. А Триоли – это фамилия ее первого мужа, французского офицера, с которым она довольно быстро развелась. В 1928 году Арагон женился на Эльзе. И это оказался на редкость прочный и гармоничный брак. Эльза сохранила фамилию Триоли и прославилась под ней как писательница, а у Арагона тоже литературная карьера шла в гору. Они жили душа в душу. Когда Эльза скончалась в 1970 году, Арагон был безутешен. Вообще говоря, ее звали Майя Кювилье. Мать ее была швейцарской гувернанткой, а отцом – неизвестный русский офицер, сгинувший в Цусимском сражении. Но в историю она вошла как княгиня Кудашова, поскольку вышла в 1916 году за князя Сергея Кудашова. Князь не пережил гражданской войны, а его вдова осталась в Москве и стала работать в Государственной Академии Художественных Наук. В 1923 году она написала письмо французскому писателю Ромену Ролану по поводу его книги «Жан Крестов». Между ними завязалась многолетняя переписка. В 1929 году Мария смогла приехать во Францию, где лично познакомилась с писателем. А еще через пару лет после очередного приезда она решила не возвращаться в СССР. Ромен Ролан и Мария Кудашова поженились в 1934 году. Судьба отпустила им 10 лет счастливой семейной жизни. К сожалению, в 1944 году писатель скончался от туберкулеза. Его вдова взяла на себя заботу о его литературном наследии. В Америке ее все знали как Соню Грин – дизайнера женских шляпок с приличным доходом. А когда-то она была Соней Шафиркиной из Черниговской губернии, эмигрировавшей в Америку и удачно вышедшей замуж за Стэнли Грина, который на самом деле тоже был евреем-эмигрантом из России. Муж покончил с собой, Соня осталась одна, но на ногах стояла очень крепко. У нее даже было достаточно средств, чтобы покровительствовать начинающим писателям мистическо-фантастического толка. Она и сама была не чужда литературе и писала в стол небольшие рассказы. На одной из встреч с писателями Соня Грин познакомилась с молодым Говардом Лавкрафтом и разглядела в нем перспективного автора. С этого момента она постоянно поддерживала его, морально и материально. А в 1924 году они поженились. Брак формально продлился до 1933 года, но по факту развалился намного раньше. Уходя от Лавкрафта, Соня сожгла кипу его писем. В 1936 году она повторно вышла замуж за профессора Натаниэля Дэвиса. Однако юридически этого брака не было, поскольку Лавкрафт, как выяснилось, обманул ее и не подписал документы на развод. На этом все. Читайте хорошие книги. Субтитры создавал DimaTorzok